Здравствуйте, Бертусман Медиа Москва. Спасибо, что пришли, спасибо, что так много прекрасных людей на нашей презентации. Это очень приятно. Хочу сказать, что действительно у вас уникальная возможность поговорить вживую с Борисом Юханановым, и таких возможностей, может быть, в вашей жизни больше не случится. Поскольку это абсолютно уникальная фигура в русской культуре, не побоюсь этого слова. Такая абсолютно андерграундная фигура, которая живет себе где-то под спутом. Борис Юхананов, книжка «Моментальные записки сентиментального солдатика» издательства «Бертусман Медиа Москва». «Используйте этот уникальный шанс поговорить с великим режиссером русского театра», который написал вот эту книжку, которую мы сегодня представляем. Книжка про армию, про советскую армию восьмидесятых. Книжка написана выдающимся человеком. В ней уникальный герой, который, не побоюсь этого слова, абсолютно праведный юноша, который пытается жить высоко. А жить высоко – это очень сложно. А об остальном расскажет Ольга Дадыкина, главный редактор, которая прочитала каждую букву этой книжки своими глазами. И есть что о ней сказать. Добрый день, добрый вечер, уважаемые слушатели. Когда находишься в таком огромном книжном магазине, то ощущаешься как в безбрежном море, где столько всего, столько книг в безбрежном книжном море, где можно найти книжку и для пользы, и для удовольствия, и для чего угодно. Хочется не заблудиться, не потеряться, не утонуть в этом море. Как-то для себя определить те три спасительных кита, которые помогут в этом море ориентироваться и не потеряться. С чего вообще, какие книги есть на свете, как определиться, для чего и какая книга. И какой книге, какой категории принадлежит все-таки та книга, о которой мы сегодня говорим. Существуют книги, которые помогают нам развлечься и отвлечься от жизни, оторваться от нее, уйти куда-то вдаль. Вымышленные миры, такие как фантастика, или вымышленные судьбы, такие как мелодрама. Есть книжки, которые учат нас, как учиться и работать, и мы в них тоже отчасти уходим от жизни, потому что мы соприкасаемся с каким-то особым специальным миром, где мы учимся и познаем какие-то явно базовые знания. А есть третья категория книг, которые бы я назвала книг, которые существуют для жизни. О чем эти книги? Каждый из нас родился и пришел в этот мир. Задумывается над тем, как жить в этом мире, как достойно прожить свою жизнь. У всех у нас есть молодость, и зрелость, и старость. И каждый из нас думает, как больше набраться новых впечатлений, как выстроить свои отношения с окружающими, как построить свои отношения со средой. И вообще, как то, что называется, создать себе образ некоторого героя нашего времени, некоторый образ для подражания, некоторую науку, некоторую учебную жизнь. И думается, что книга, о которой мы сегодня говорим, из этой третьей категории. Я хочу сказать, что в наше время, хотя герой книги, которого зовут Никита Ильин, молодой человек, который попадает в армию, об этом я чуть-чуть кожи-то расскажу, служит 35 лет назад, в 80-м году, в 81-м, этот образ удивительно созвучен в нашем времени, о чем я уже неоднократно говорю. В нашем времени существует одна проблема, ну, для кого-то, может, она особенно серьезная, кто-то относится к нему, к ней легко. Это проблема героя времени. Не так давно, пару лет назад, было проведено одно социологическое исследование. Разным людям, нашим современникам, нашим с вами ровесникам, людям чуть старшего поколения, был задан вопрос, кто такой герой нашего времени. Увы, портрет, собирательный портрет, который был составлен из разных атлетов, получился весьма и весьма желающим. Было сказано, что первый герой нашего времени это человек, получивший сомнительное образование, который никогда не служил в армии, а, как правило, от нее откосил, и, в общем, не отличающийся высокими духовными запросами. И в этой связи хочу обратить внимание, что такие герои, как герой нашей книги, Никита и Ильин, очень нужны нашему времени, чтобы сформировать положительный образ, образ, который во многом достает того, чтобы вдуматься в него, сделать какие-то выводы, может даже в чем-то позаимствовать этот опыт, провести его по жизни, родителям задуматься над тем, как им воспитывать своих сыновей, которым тоже предстоит служить в армии и так далее. Вот такая небольшая премь была, после чего я хочу кратко рассказать о том, почему все-таки посвящена эта книга. Ее главный герой – молодой советский парень, ему 21 год, его зовут Никита Ильин, он в заинтеллигентной семье, он читает книги, он гуманитарий, он любит Чехова, Толстого, Шкловского, Делакруа, но он, как и все советские парни, попадает на срочную армейскую службу. Его забирают в армию, и вот в одночасье мир этого человека меняется. От Толстого и Чехова он попадает в простую казарму, причем где служат представители самых разных национальностей нашей тогдашней страны, поскольку широка страна моя родная, и единая семья, и живут с давних пор 15 республик, 15 сестер. Там служат казахи, туркмены, татары, русские, весь этот многоголосый хор совсем не созвучен душевной жизни нашего героя. Эти люди больше думают о том, как поесть, покурить, предаться праздному безделью. И, конечно, нашему интеллигентному юношу тесно в этой среде и возникает такая проблема, как опыт выживания молодой души, среди, с которой нужно либо смириться, либо ее преодолеть, либо еще как-то выстроить в ней свои отношения с людьми. Кроме того, существует всегдашняя армейская проблема. Это деды, это старослужащие, которые, подслужившим, чуть больше, чем ты, начинают тебя притеснять, тебя ставить преподные, устраивать мелкие гадости. И с этим тоже надо как-то жить. И наш Никита Ильин вынужден выстраивать свои отношения и с сержантами Шугуровым, и Дмитриевым, и с солдафонами, и с глупыми лейтенантами, которые занимаются только муштрой. Кроме того, существует еще такая проблема, как валить занятия в советской армии, отупляющая муштра идеологического плана, которая совершенно недалека от тех высоких идей, которые наш герой черпает из Чехова, Толстого и Ильи Достоевского. И вот этот опыт преодоления этой среды, причем возвышения над ней, и в то же время отсутствие высокомерия, отсутствие враждебности, то есть вот это для молодого человека опыт постижения себя, который приводит к тому, что ему все-таки удается соприкоснуться с этой средой и стать в ней человеком своим, найти друзей, найти единомышленников, и самое главное, осуществить свою главную мечту заниматься творчеством. Никита Ильин не просто молодой солдатик, он поэт, он хочет заниматься литературой, он хочет снимать кино, у него очень много впереди планов, которые ему хочется осуществить. Но в армейской среде заниматься умственной деятельностью в принципе очень сложно, но ему это удается. И он ведет тот замечательный книг, который лег в основу этой книги, и который аккумулирует в себе опыт, который молодая душа, живущая вот в этой среде, постигает в своей жизни. Она постигает и свое внутреннее миросозерцание, потому что в молодости, как известно, наши сенсоры, наши чувства открыты миру, и в то же время это наблюдательность за окружающим миром. Это Никита Ильин описывает своих друзей, описывает лейтенантов, описывает свое начальство. Каждую минуту он записывает опыт пробегающей жизни, который, как ему кажется, в одном, поможет ему создать на этой основе какие-то творческие произведения, сделать важные выводы и так далее. Поэтому этот его опыт рождает многоголосную симфонию этого текста, который заключается не только в том, что герой пишет о себе, а в том, что в орбиту его восприятия увлекаются очень-очень разные герои. И в каждом человеке, будь то там его подвыпивший приятель или отвратительный лейтенант-мартышка, который мучает его на плацу, в каждом человеке наш герой видит что-то особенное, зорким творческим взглядом, подмечая это, и ежесекундно ведя какие-то такие тонкие наблюдения, которые потом позволят, возможно, ему реализовать свой творческий потенциал. Надо сказать, что, конечно, сослуживцы ревнив относятся к этому, что ты всё время пишешь, Никита, что ты там меня описываешь, ты какую-то сказку, что ли, сочиняешь, или что ты такой умный. И тем не менее, эта ткань продвигающей жизни нашим героям тщательно фиксируется и рождает вот это произведение, которое легло в основу этой книги. Никита Элиен поэт, его интересуют такие проблемы, как смысл жизни, его поиски, в чём он состоит. И в молодости как бы молодая душа особенно ярко воспринимает мир, и ей интересны эти поиски. На этом срезе рождается очень много поэтических произведений, которые тоже составляют ткань этого романа о праведном милоши. В чём смысл жизни, спрашивает Никита, своих друзей. Никто не может ответить на этот вопрос. Молодость так расточительна к времени, к каким-то смыслам, что не привыкла задумываться о таких вещах. Ну, вот меня родили, я и живу. Такой обычно звучит ответ. И вот закончится служба эта в армии, выйду я на дембель, нарожаю детей, женюсь, нарожаю детей, буду воспитывать детей, посажу мусат и так далее. Но, размышляя обо всём этом, главный герой книги, Никита, пишет стихи. Вообще, в этом произведении стихов очень много, они все по-своему замечательные, они и озорные, и стихи такие подражательные нашим великим поэтам, но вот мне полюбилось одно стихотворение, я его читаю на всех презентациях, связанное с образом отуванчика. Размышляя о том, как жить в этом мире, Никита, постоянно у него в знании существует образ отуванчика, который, поцветает, рождает множество зёрен, множество организмов, которые могут прорасти снова и стать новыми растениями, и это всё равно, что в жизни как зёрна опыта и чужого сознания потом превращаются в новые сущности. Одуванчик жил ты жил, но однажды вспомнил, как когда-то он кружил волоском над полем и нашёптывал ему непонятный ветер. Слушай, судя по всему, смерти нет на свете. Одуванчик, смерти нет, смерти нет на свете. Так сказал себе старик, вот теперь я понял, что не зря свой храм воздвиг. так сказал и помер, и дрожали волоски, и шептал ветер. Одуванчик, смерти нет, смерти нет в освете. это стихотворение Бориса Михайловича. Борис, вам слово. Спасибо большое за подробный и добрый этой книги. удивительное вообще чувство оказаться героем рецепс, осуществляемый в таком невероятно завершенном форматном стиле. взгляд, который я даже не надеялся встретить на собственный текст. Знаете, этот текст реально написан очень давно, а потом вот тогда, когда я был совсем юным человеком и тренировался в письме и в жизни, так случилось в моей жизни, что тренировка жизненная, в которой свойственна юности, и тренировка в письме совпали. Вот этот акт совпадения оказался той возможностью, которой тогда не так это формулировали, как сейчас я воспользовался. В чем суть этого внутреннего перформализированного, как сейчас можно сказать, тренинга? Ты берешь блокнотик, естественно, у тебя нет ни интернета, ни даже магнитофона, по сути, и начинаешь одновременно жить и записывать эту жизнь. каждый человек это может делать и делается это каждым человеком будет делаться по-своему. То есть вот ты разговариваешь с человеком, происходит какое-то событие твоей жизни, но в силу этого тренинга внутреннего, собственного, ни к чему тебя не обязывающего и по сути, наверное, ни к чему не ведущего, просто как инстинкт, рожденного твоей интуиции жизни. А ты почему-то, возможно, это вполне графоманское, кстати, настроение, но особенно, ты берешь и в блокнотике записываешь эту жизнь. Возникает особого рода раздвоение или измерение времени. Ты пишешь и в то же время живешь. тебя кто-то спрашивает, ты записываешь этот вопрос, ты остаешься, а ты отвечаешь, ты записываешь свой ответ. Ты где-то оказался. Поскольку ты успеваешь жить и записываешь, ты записываешь то, где ты оказался. На большой скорости, лишенной возможности особого рода паузы, свойственной литератору, ты должен описать то вокруг, что располагается вокруг тебя или вокруг чего располагаешься ты, то есть твое внутреннее сознание. И вот совмещая это внутреннее с внешним, эту скорость, реально идущий поток каких-то необработанных твоей душой, твоим сознанием, а в этом смысле реальных диалогов, особого рода происшествий, которые, естественно, в реальной жизни очень разряжены, очень медленны, накапливаются не так, как в нарративе, связанном с тем или другим стремительным сюжетом, жанром или видом литературы, или даже рассказа. В рассказе все сжимается, в жизни не так. Ты находишься в растворенном, практически опустошенном времени, медленно созревающей жизни. И вот оно открывается тебе, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты, собственно, его и записываешь. Вот это самое время. При помощи этого блокнотика ты вдруг оказываешься вооруженным особого рода микроскопическим взглядом, особого рода смотровую площадку ты получаешь на собственную жизнь, и то, что проистекает вокруг тебя. Возникает странный эффект, что ты, эффект переживаемый тобой, ты как бы оказываешься одновременно живущим и в то же время находящимся на дистанции к этой жизни человека. И вот эта дистанция оказывается предметом, который ты изучаешь, и при помощи которого, изучение которого, ты развиваешься. Вот где-то в этих пределах, еще в 70-е годы, я обнаружил естественный для себя стиль письма или способ письма, не придавая этому никакого особенного значения, не думая про себя, что вот я стал литератором о чем-то, я не мог этого не делать и поэтому я этим занимался. Одновременно с этим я много рисовал и вот это рисование тоже каким-то образом сложилось тоже в какой-то такой метод непрерывной линии я ее назвал. То есть я смотрел на человека, тогда очень много рисовал реальности и мне необходима была реальность, я без допинга, я был такой вампирчик, который должен вытягивать из реальности ее свойства. и мне казалось тогда, что вот этот вот тотальный семи месяцев, вот эта вот необходимость связи, она и определяет художника. И собственно исходя из этого своей уверенности, воспитанной временем и каким-то естественным сознанием, я впивался в жизнь и не отрываясь от, например, лавочки, на которой сидели девушки или птицы, которая вдруг замерла по каким-то своим заботам или ожиданиям, кота, который замер, пытаясь ее съесть, или портрета лица человека, который я, не отрывая карандаша от бумаги, рисовал, постепенно тренируя руку к тому, что она будет передавать зигзаги реальности без управления моим глазом. То есть тут я как раз лишался дистанции. Вот здесь не было никакой дистанции, я должен был слиться с миром, чтобы его рисовать. То есть в одном случае я раздваивался, получал специальную дистанцию в виде записи той жизни, которой я проживаю. А в другом случае я просто переставал жить и начинал рисовать эту самую жизнь. Вот две этих крыла, которые постепенно в птенце, в том юноше начинали созревать, они рождали некий полет души, который выражался в наполненности художественную радостью проживания жизни. Скажем так, ничем не ангажированный и не имеющий никаких надежд. Но вот постепенно этот метод сложился. Я научился так жить, записывая жизнь. И тогда мне стало необходимо некое экстремальное приключение. Мне показалось важно, так еще и жизнь складывалась, мне показалось важным оказаться где-то, где этот метод позволит зафиксировать что-то выходящее за пределы просто бытовой текучки жизни. Хотя на самом деле внутри этого метода, внутри этого развлечения я вдруг обнаружил, что жизнь полна в своем мельчайшем протекании невероятных событий. Только очень маленьких, мельчайших. Где дрожание холодильника или, например, мяуканье кота может оказаться огромным событием бытия. Потому что оно очень крупное, как какие-то вирусы или молекулы под микроскопом, они становятся глобальными, как скалы, как глыбы. Вот такой глобализации подвергается жизнь при рассмотрении ее в этом методе письма. Так или иначе, я пошел в армию, это был естественный путь для молодого человека, а с другой стороны, это было мое желание и переживалось мной, как такая художественно-концептуальная акция. Я пошел в обычную армию, брежневскую армию, в ракетные войска, я там оказался, и дальше каждый день я записывал одновременно. Это не дневник. На самом деле это не дневник. Дневник это что-то иное. Это жизнь, которая сотрясла сознание, потом отлежалась, потрясение осталось, и человек записывает. Или это жизнь, которая уже прошла, и тогда при помощи воспоминания ты обращаешься к своему сознанию и создаешь текст, в котором фиксируешь уже прожитое. А здесь это одновременно с проживанием записи. Это совсем на самом деле другой тип записи и совсем другой образ письма, который из этого складывается. так я прожил вот эти выделенные мне время на опыт армии и больше я никогда не пользовался этим письмом. Никогда. Потому что что-то в виде моего интереса здесь и завершилось. Вот такой стиль, такой метод точнее или вот тренинг или такой тип создания текста завершился вот там в армии. Кстати, это были годы, когда было одно из многочисленных, но важных солнечных затмений. Когда-то оно там было в 81-м году, во время моей службы. Потом прошло время, очень многое там, много метаморфоз, как свойственно каждой человеческой жизни. И уже в нулевые годы, в 2008 году опять солнечное затмение было. Я понял, что мне надо это собрать и выпустить. Тогда я вместе с Ледой Тимофеевой, моей подругой и помощником, вот Леда здесь сидит, хочу ее поблагодарить, я собрал, через рукопись эту отдиктовал, отредактировал, завершил как текст и таким образом возникла эта книга. В ней скорее опыт запечатлен вот такого приключения художественного и человеческого она в этом смысле совершенно не претендует на участие в гонке литературных вооружений или в чем-то еще такого. Это просто зафиксированный опыт вот такого письма. И так вместе с этим письмом прожитый жизнь. Ни в коем случае в нем нет с моей стороны претензии на литературные события. Так во всяком случае я отношусь к этому тексту во всей своей откровенности. Но надо признаться сама по себе работа вот такого рода обращения жизни во мне не завершилась. Дальше я поступил к Эфосу и Васильеву как раз после армии это был отдельный период моей жизни когда мне пришлось развернуться с бритвой на 180 градусов обрезать все коммуникации чтобы полностью сосредоточиться вот оказавшись внутри очень строгого монастыря профессионального обучения и остановить жизнь по другой причине чтобы освоить профессию для того чтобы стать профессионалом надо на какое-то время в любом деле довольно долгое это не мастер-класс не воркшопы работая вот с этими прекрасными мастерами с гениями по сути режиссуры и педагогики как Анатолий Васильевич так и Анатолий Александрович это гениальные педагогики кроме того что они конечно великие режиссеры и вот там внутри этой работы внутри этих монастырей профессионализма профессионализации я ничего не писал я только ставил и ставил работы с молодыми актерами моими сокурсниками и где-то больше трехсот отрывков мы делали мастера все это критиковали ругали это прекрасно потом ты исправлял делал опять они опять это ругали ты опять исправлял собственно обычная академическая тотальность становления профессионатом а вот дальше когда я вышел а в этот момент приближалась перестройка это был 85-й где-то год когда я оттуда вырвался из этой академии переполненный высосанным из своих мастеров профессионализм я вдруг обнаружил себя в реальной жизни таким просто упругим шариком места которого уже не было как и не было места тому профессионализму который я насосался из своих мастеров я оказался шариком без места как будто какая-то твердая рука прекрасного человека ведущего вдоль праздника собственной жизни меня выпустил и ниточка завертелась хвостом растерянного дракончика и с этой секунды мой шарик причем неубиваемый неуничтожимый это хрупкий шарик как и все что касается творчества но его как выяснилось можно колоть любого типа иглами он все равно не будет лопаться вот этот шарик был заведен в то что принято называть в культурологии советской андеграун и там уже вдруг мне в руки попала видеокамера и в ту секунду как мне в руки попала видеокамера я вдруг опять ощутил призыв тренинга идущие 70-х годов я вдруг опять ощутил невероятную власть инструмента над собой я вдруг понял что эта видеокамера как подарок цивилизации при том что сам этот метод этот тренинг к этому моменту я уже понимал идет откуда-то из очень далекой глубины времени он является странным приветом каких-то возможно уже исчезнувших традиций самовоспитания когда ты умудряешься при помощи очень простых средств карандаша ручки и блокнотика выйти на дистанцию к собственной жизни и научиться ее вспоминать по пути ее проживания это что-то совсем не свойственное времени в котором забытье и бег в котором это забытье осуществляется по жизни есть основная примета образа этой самой жизни а здесь видеокамера которая точно так же вдруг фиксирует происходящую жизнь а ты оставаясь за ее как бы пределами причем она фиксирует практически как твоя голова потому что свойство элементарное свойство этого самого инструмента одновременно писать и звучащую речь жизни и визуальный поток в их одновременности это как бы одно и то же звук и визия что не свойственно конечно кинокамер потом сам этот поток он непрерывен и я начал эту жизнь непрерывно снимать тем самым я даже написал первую статью такое эссе мое размышление о свойствах видео именно в отличие от кинематографа и так далее я так ее назвал у тебя в руках твоя голова и таким образом я стал вдруг я понял что я продолжаю писать свой роман возьмем слово всю эту фразу в некоторые такие мерцающие кавычки и вот я начал продолжил писать роман который уже назвал сумасшедший принц и каждый причем писался он матрицами вот есть конечно был опыт уже спектаклю как это назвать спектакулярность театрализация жизни это не совсем то же самое спектакулярность это скорее переживание жизни как спектакля в духе Ги Дебора и таких философов но не хочется этих слов можно иначе сказать жизнь она пульсирует игровым цветом цветом игры она по сути является игрой счастливой или несчастной но игрой вот ты на путях этого тренинга различаешь эти свойства но раз эта игра то она может принять в себя по закону подобное к подобному и какие-то другие игры уже не созданные там творцом или естеством природой а созданные человеком тогда ты их прибавляешь к этой игре жизни и возникает что-то что хочется и должно оказаться на путях встречи с видеокамерой так возникало мое медленное видео как я это назвал и так постепенно складывался видеороман который назвал сумасшедший принц вкладывая в это слово принц принцип отношений с жизнью это некий сумасшедший принцип отношений с жизнью и вот этот сумасшедший принцип исследовался в 20 главах видеоромана который является продолжением этой книги и я хочу их по законам по структурированию просто взять эти главы как бы знаете то что называется как это называется монтажные листы да и вот их тоже издать вторую часть этого потока а там конечно когда видеокамера включается это энергетический момент возникает матрица непрерывный поток насколько у тебя хватает энергии жить в таком режиме потом вдруг она кончается и ты понимаешь это глава написана она в виде нем отмонтированного мира складывается в арсеналы и потенциалы твоего архива дальше ты возвращаешься к ней делаешь вариации уже работаешь так как я собственно в 2008 году работал с потоком того самого текста набранного в армии в каком-то подлинном и непрерывном режиме армейской жизни вот так и продолжается моя жизнь потом уже этот видеороман закончился и я понял что я исчерпал вот этот образ письма уже и на видеоромане написав 20 глав а дальше я стал вести дневник и назвал это роман дневник и это совсем другое а второй аспект всего этого по сути простого приключения обычной жизни человека и на мой мое глубокое убеждение что все люди так или иначе имеют как это не парадоксально такие переживания в жизни они так или иначе собой обращают исходным образом просто они это может быть не выражают в письме или съемке но в самой жизни все эти процессы спрятаны и происходят связано это с тем что я называю неосентиментализм ну новый сентиментализм мне кажется очень важным это сентиментальное намерение сознания по отношению к самому себе а значит и к тому что окружает это сознание к миру потому что мир не воспринимается без самого этого сознания какое имеешь сознание такой и мир вокруг тебя и это все понимают и знают так или иначе можно так не называют так вот в юности мы наделены каким-то удивительным сенсорным космосом мы потрясающим образом каждый человек на земле потрясающим образом контактный с тем что нам принято называть слава Божия с природой вот мудрецы саму по себе природу так и называют слава Божия и в этом смысле мы контактны с тем как дрожит ветка на ветру с ветром с птицей мы контакты с пейзажем у нас вот как подобное к подобному все это внутри нас наши чувства это и есть пейзаж который наш окружает и в этом смысле вот мы невероятным образом остро приемлем окружающий нас мир наполненный чувствами и свойствами вот эта открытость на мир есть основа того что я называю вот новый сентиментализм вот способ письма способ говорения об этом способ излучения такого рода иращения выращивания такого рода сенсоров как мне представляется потерян в нашем времени что-то происходит со временем он чем-то стал замещаться он может замещаться новыми технологиями сидением дома перед компьютером и тогда слава божия начинает мерцать в волнах дигитального космоса или он может замещаться ангажементами сознания устремленного в политику или войны социокультурные самые разные войны а на войне если ты оказываешься на реальной войне твои сенсоры распахиваются и раскрепощаются но если ты участник виртуальной войны не той которой жизнь и смерть подвержены реальному измерению а вот виртуальная война она уничтожает убивает эти самые сенсоры две войны два мира два шапира два способа переживания мира один весь уходит в идеи в концепты начинает тщательным образом изготавливать из человека орудия участия в обществе другой парадоксально именно мир войны но реальной войны распахивает его сенсоры как теплая или горячая вода в которой долго лежит тело моющегося человека не трупа моющегося человека у него все вот трещинки эти раскрываются кожи поры кожи вот так война или сама по себе жизнь раскрывает поры нашей души открывая возможность для сентиментального контакта с миром в духе того что я пытаюсь на что я пытаюсь намекнуть и таким образом человек как бы обретает заново возможность дышать и дает эту предоставляет возможность своим чувствам и своему сознанию целиком завершая вот свою эту странную ни к чему не обязывающую вас и видимо и меня тоже речь я хочу сказать что здесь и располагается праведность человека когда он начинает дышать вместе со славой Божией в пандан или раскрыты поры его души он вдруг начинает различать свою праведность которая в нем издревле изначально и с рождения его тоже живет живет а дальше он ее теряет уходя из подвласти раскрытых пор жизни он постепенно с ней расстается под воздействием катаклизмов которые переживает его душа под воздействием страстей в которые уходит его уводит его реальная жизнь и без которых сама эта жизнь не может состояться эти перипетии жизни назначены и необходимы то есть праведность по необходимости изливается в юности если мы ее сохраняем то в текст или в картину или в действия юность юной души а потом она исчезает уходит на время или навсегда из тела и сознания или из тела сознания и дальше тяжкий труд ее возвращения который полностью принадлежит человеку это уже не дар это его труд это происходит или нет но собственно ради этого труда возможно мы и рождаемся так вот этот роман моментальные записки сентиментального солдатика солдатика жизни и солдатика по жизни или роман о праведном юноше это рассказ о том как эта праведность уходит из души в этом смысле он конечно фатален чтобы не сказать трагично это рассказ о потере праведности неотвратимый и необходимый возможно на путях развития человека вот что я мог бы добавить к вашему прекрасному к вашему комментарию и спасибо вам что вы послушали и пришли себе дорогие друзья может быть у кого-то появились вопросы пожалуйста поднимите руку я подойду Борис Юрьевич очень оригинальная обложка и наверняка там существует какая-то история история создания обложки и там присутствует дракон это связано не дракон а дракончик это не Георгий Победоносец убивающий дракона а это некий воин который дружит с дракончиком это что-то обратное вот этой великой мифологии дракончик это герой один из героев миражных таких фантазийных героев Никиты персонажа центрального этого текста он является ему в самый сложный момент жизни как особого рода сумасшествие его сознание как возможность выйти за пределы реальности когда она становится почти непереносимой хотя ничего особенного непереносимого там нет это не записки там Солженицына или каких-то людей которые на самом деле совершали страждания в подлинно экстремальных нет это экстрим жизни который в общем выйдет на каждого человека просто служить в армии это даже это не тюрьма не пытки в этом смысле я хотел бы подчеркнуть что это норма это рассказ о нормальном человеке поэтому он становится периодически ненормальным как бы сумасшедшим возникает этот дракончик и он этот дракончик во всех сказках существует и у каждого человека есть свои дракончики это очевидно и известно и он с ним начинает там общаться фантазировать и этот дракончик в принципе его выручает это способность души выделять некие миражи при помощи которых можно продолжать вот эту душевную жизнь а не становиться каким-то таким равнодушным человеком спасибо друзья вопросы я бы хотела хотел бы еще два слова про дракончика добавить потому что быть может я слишком культурологично трактую мне кажется дракончик вот этот чудесный помощник который понимаете вот когда солдаты зимой они там тяжело работают на морозе и руки у них просто прилипают к вот этому холодному металлу и он очень плохо ну как бы тяжело и появляется вот этот персонаж дает им дополнительные портянки которые помогают вот знаете просто облегчают жизнь взять вот этот холод и так может быть еще и покурить достанешь спрашивает один герой и дракончик волшебным образом еще и достает пачку сигарет которая вот на этом морозе это как капля там не знаю тепла как ну не знаю это все что надо в этот момент поэтому этот чудесный помощник у меня лично наводит мысль о том что может быть автор сам того не желаю но здесь есть такой культурный контекст как наличие у солдатика ангела хранителя который всегда должен быть чтобы солдатиком пусть он даже не в военное время служит а в мирное не случилось ничего плохого это тема волшебного помощника она связана с этой темой хранения от всех бед каких-то там пусть пусть они не глобальные там никого не убивают слава богу не рвутся снаряды но даже в быту вот эта помощь она нужна людям которые несут свою нелегкую службу я тоже хочу сказать тут парадоксер дел что сам Никита на самом деле есть ангел если ангел у ангела тоже требуется ангел-хранитель это интересно Борис Борис Юрьевич ну вот после того как я услышала ваши слова я поняла что вы человек такой самодостаточный то есть в каком смысле вы про себя чтобы это не знать да вы про себя очень знаете хорошо все да вот и конечно очень многие люди в себе разобраться не могут и приходят и как бы хотят услышать от человека который все про себя знает и как бы какие-то пути а как вот достичь того чтобы быть уверенным в себе и как бы вот самодостаточным в смысле духовным в том числе но вопрос у меня будет немножко другой поскольку вы занимаетесь режиссурой да вот посмотрите вот вы пригласили мы вас прослушали не зря провели время безусловно узнали вас очень много хорошего хочется прочитать книгу а вот допустим вы будете делать спектакль вы никогда не задумываетесь ли насколько это будет интересно не потеряют ли люди время придя на ваш спектакль то есть они что-то вынесут из этого или просто потеряют время без того чтобы прочитать там море книжек и чуть-чуть развить себя и больше узнать больше приблизиться к себе чтобы стать самодостаточным у вас два вопроса первый про самодостаточное я не отношусь к людям самодостаточным я вообще пугаюсь самодостаточных людей я чуть-чуть позвольте себе перефразировать то что вы говорите чуть-чуть иначе на это посмотреть если вы позволите для меня человек это всегдашнее сомнение боль радость это всегдашнее сомнение в том что он вообще что-либо знает такое нам выделено дело и в этом смысле мы не капсулы и тем более не пули при помощи которых осуществляет себя война людей с людьми или душ с душем мы живые полные противоречий существа каждый раз изменяющиеся так практически каждую секунду что кажется ты начинаешь заново жить и в этом смысле мы очень друг на друга похожи и никакого особенного учительского такого пьедестала занимать не стоит ибо это фикция так же и театр театр рождается в боли и сомнениях мы живем не для того чтобы указать путь другим мы живем потому что нас наделил дворец даром жизни или испытанием дара точно так же и театр он рождается как дар как стих или та же самая книга по необходимости множество людей объединившихся вместе отдать тот дар отразиться а как бы отблагодарить за дар данный ты не думаешь в этот момент о ты не становишься к счастью или к сожалению таким задумчивым домом культуры или магазином или сферой по оказанию услуг населения для времяпрепровождения в котором ты должен как коммерсант или бизнесмен обеспечить человека какими-то благами за которые он платит деньги но мы театр не располагается в этой сфере обслуживания которая прекрасна замечательна требует своей ответственности требует своей тщательности в этом смысле нельзя божий дар называть сферой обслуживания я бы не решился когда люди решаются так относиться к нему я ну удивляюсь возможно это связано с каким-то опытом который мне еще не открылся или с опытом который не открылся этим людям я не знаю я не стал бы судить но театр для меня является территорией борьбы территорией благодарности за тот дар которым творец наделяет людей им занимающимся а дальше я не знаю как я не хочу управлять восприятием людей это неправильно для художника театра которым я в этом смысле отношусь как к искусству а не как к сфере обслуживания я поняла а можно Борис Юрьевич тогда значит как бы тоже вот на то что вы сказали я не имела ввиду что театр есть как обслуживание как оплодотворение допустим духовное оплодотворение тех людей которые недополучили что-то в книгах коль вы говорите что это дар Божий то вы все-таки как впрочем многие другие не каждый может этим заниматься то есть это есть определенная избранность Божья нет я думаю каждый каждый человек я вот смотрю как солнце светит на землю ну представляете пришла большую такой Баобаб выступил и сказал ну понятно что не каждый же получает столько солнечного света только я большой Баобаб может Давид знаете есть такой метраж когда Давид закончил книгу псалмов он как бы сказал господи кто есть ли кто-нибудь еще кто так тебе послужил тогда встала лягушка и сказала ты знаешь Давид я с вами не сознавайся я своим одним своим существованием доказываю величие творца больше чем ты всей своей книжкой хорошо Борис Юрьевич тогда все-таки при том что каждый может но не каждый ставит но не каждый же ставит спектакли на которые покупают люди билеты и приходят вот как бы у меня такая мысль вот что вам сегодня есть сказать такого необычного что другие не могут сказать ну опять-таки когда ты благодаришь можно я позволить продолжить вот это размышление надеюсь я вас не задену когда ты благодаришь творца за то что он дал тебе дар который ты ощущаешь физию как сказать всей своей жизнью ты же не задумываешься над тем а как другие благодарят а ты благодаришь его лучше других или нет и радуешься что есть и другие которые благодарят и в этом смысле благодарствие сливается в общий хор а если приходит зритель возможно он приходит чтобы тоже поблагодарить его отклик я всегда ругают меня хвалят всегда конечно это болезнь когда тебя оскорбляют ругают топчут но в конечном итоге я отношусь к этому не оскорбляясь а радуюсь тому что люди испытали какие-то реакции а как вы критики относитесь с огромным невероятным вниманием как младенцы потому что письма критики вот их письма это такие вороченные младенцы в люльке и они вопя отписываются какаются и младенец это время критик выражает время ты смотришь говоришь баю-баюшки мою ложись на краю ему там подтираешь пеленочки подкладываешь он пиксится как толкает тебя ножка говорит плохо ты сделал плохо плохо что не так я сделал сосочку подам то есть я к критике отношусь как к младенцу это такое ну как сказать это принцип фундаментального инфантилизма которым наполнено время и вся критика все ссоры министерства с критиками критиками с министерствами все все это какие-то невероятные толчки младенцев в общей палате ращения нашего чудесного мира скажите а режиссер обязан говорить право кому младенцу нет младенцу какая правда младенцу нужна сосочка ему нужно то сё режиссер как мама он обязан следить за жизнью младенца я поняла от нас уже на критике идет речь а вообще вот вы когда выходите на суд на суд божий на суд на суд божий нельзя выходить он творится каждую секунду что бы ты ни делал но зритель приходит он получает впечатление либо не получает у него происходит что-то не происходит самое главное не вмешиваться не манипулировать надо стараться избежать манипуляции режиссура это не искусство манипуляции искусство манипуляции это маркетинговый труд это труд купца труд человек которому надо продать продукт но как известно из потрясающей формулы Александра Сергеевича Пушкина он говорит можно себе представить что стоит Пушкин как-то уже он совсем не совсем отчаялся не продается вдохновение только рукопись можно продать а вдохновение который он хотел продавать всю свою жизнь но продать никак не можно получается что только рукопись можно продать а вдохновение которого у него так много которого у него творец послал много продать нельзя а то есть жить трудно художнику. Вдохновение не продается. То есть не творить он не может? Ну, оно не продается. Вот что беда. Он не про то, что он не может не творить, а в том, что оно не продается. А рукопись только и можно что продать. Это какое-то очень печальное, очень зрелое восклицание человека, распознавшего природу происходящих с художником процессов. Борис Ильич, можно тогда уже последний? По скрипту. Но все гениальное просто. В первую очередь сама эта фраза. Да, но здесь все гениальное просто. К чему я веду? К тому, что... Но простота хуже воровства. Если это объединить, то получается, что все гениальное хуже воровства. В принципе, криминальное отношение к гению. Что возможно правильно. Я иногда играл в такую игру, извините, на секундочку, объединял пословицы, и получался просто черный роман. Страшные какие-то истории вскрывались о целом ряде, казалось бы, выявленных уже человечеством и распознанных категорий. Надо учиться и учиться именно вот у поговорок и пословиц. Учиться жить. Прямо или неприкосновенно. Да, Борис Ильич, и тем не менее. И я как бы вот... Простота хуже воровства, это ужасно. Нужно не сказать эту фразу. Я обиделась, оскорбилась. Самые места народа это сказать. Ну, я оскорбилась, потому что я как бы не могу представить, что можно воровство подставить под знаком равенства с простотой. А вы знаете, как Пастернак называл? Нельзя не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту, если не ошибаюсь. Он как раз про это. Он поэтому и говорит, что простота – это ересь. Вот ересь, возможно, да. Снимая позицию между двумя поговорками. Да, а я все-таки про гениальное, если просто простота, которая гениальная, как у Моцарта и так далее. Так вот, понимаете, да? Вот. Борис Ильич, уже последнее, хочу сказать. Вот мне всегда нравится. Я вот выхожу, допустим, смотрю спектакль какой-то очень хороший и себе говорю, боже мой, какой прекрасный режиссер. Вот всегда понятно, чего он хочет. То есть вот эта простота. Всегда понятно, что он хочет сказать. Вы спектакли ищете, что хочет сказать режиссеру? Конечно, как он выражает себя. Так лучше вам позвонить и спросить, что он сказать хочет. Он вам скажет. Художник вообще-то не знает, что он. Он же ведь, вы знаете, вот желание сказать, ведь художник – это не младенец. Вот начну с этого. Вот когда мы склоняемся на младенца и пытаемся услышать, что он сказать хочет, о чем попросить. Это материнство, да? Или забота нянечки. И мы понимать начинаем. Вот, ему нужна соска. Он описывался, ему надо поесть. И это инстинкт. Инстинкт зверя, инстинкт животного, высокий инстинкт материнства. Можно ли вот так инстинктивно относиться к искусству театра? Приходить и так заботиться о режиссёре, как о младенце, что он, собственно, хотел сказать? Вот и, слава Богу, понял. Ну, как просто и хорошо. Это тоже так можно относиться к театру. Это, по-моему, замечательно. Это материнское отношение зрителя к театру. Я его приветствую. Я его приветствую. В этих условиях вот такого ухаживания, вскармливания, простота очень важна. Но её не может не быть, потому что младенец не наделён сложностью. Но дальше он начинает расти, 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 расти. И мы... То есть, тянуться к свету солнечному. То есть, к Творцу. И когда он начинает тянуться к Творцу, судя по тому, что о Творце, опять, с точки зрения, конечно, по сравнению с ним, неопределимым и недостижимым, это всё, как сказать, потуги младенческие. Но мудрецы, которые по отношению к нам являются практически Творцами, они говорят, что всю жизнь надо приникать к Творцу, и всё равно надо всегда помнить о том, что ты его до конца не понял. Поэтому... А гениальность — это демонизм. Если вы почитаете, например, воспоминания Экермана, Экермана его звали, о Гёте, то вы увидите там прямое определение. Гёте же был ясновидящий человек и очень, как сказать, впитчивый к миру душевному, духовному, душевному. И вот он рассказывает о неком демоне, который его сопровождал всю жизнь, и, собственно, в связи с вопросом о его гениальности. А простота демона обманчивая. Демонизм — это неплохо, нехорошо. Это просто определённая сила в литературе. Вот. Она обманчивая, простота. Поэтому не так-то и прост, и, как сказать, не так-то уж неправ народный разум, говорящий, что простота хуже воровства. И всё гениальное просто. Но всё гениальное просто не сказано народом. Это не народная фраза. Это фраза культурная. Она сказана интеллигентом там 15-го века или 19-го, скорее всего. Ну, а это не народная мудрость. А мудрость народная говорит. Это очевидно. Народ бы не стал говорить про гения вообще. Про гениев не рассуждают. Про гениев рассуждают гении или зрители театральные, но не народ. Для народа нет такого, в принципе, предмета обсуждения. Для него есть воровство и простота. И я это понимаю. А вот всё гениальное просто, это, конечно, комическое. Это почти карикатурное высказывание. И я бы не стал приникать к нему как к истине. Или в надежде на то, что там мне откроется какая-то глубина. Ну, простенькая фраза. По сути, ничего не означающая. Скорее, утверждающее правило для КПП. Это контрольно-пропускной пункт. Вот от этого, я считаю, надо в наше время не избавляться, потому что этих КПП пребывает в наше время слишком много. Под видом определенных правил. И они смотрят так, просто гениально, просто гениально, ах, не просто, не гениально. Это какое-то такое взаимодействие с миром на уровне КПП. Я считаю, что в наше время я бы очень рекомендовал и советовал избегать контрольно-пропускные пункты. Можно их не пройти. И тогда остаться вне казармы. Борисович, но я же не про казарму, а про то, как вы очень здорово сказали о своих педагогах, что они гении режиссуры. Я именно то и имел в виду, что сказал, что они гении режиссуры. Я их не считаю простыми. Я их считаю вполне демоническими существами. Они часто во мне просыпаются. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Борис Юрьевич, спасибо вам большое за сегодняшнюю презентацию и вопрос. Я позволю вернуться к книге. Скажите, пожалуйста, в 2008 году, когда вы вернулись к этим запискам, насколько текст претерпел изменения? И вот эта центральная идея о потере праведности, была ли она уже вам ясна тогда? Спасибо. Как интенция, нет. Тогда я просто проживал и писал. А вот уже потом, в 2008, перечитав этот текст, я понял, что я как бы уже получил дистанцию к этому юноше, совсем другой передо мной был человек, даже в возрасте. Ну, прошло много лет с тех пор, 28 лет, почти там, 27. Это дает возможность, перечитывая юношеский текст, увидеть, а про что, собственно, что там происходит. Я так не формулировал для себя, когда писал, я просто писал без какого-либо особенно в то время концептуального такого вот желания оформить какие-то идеи в каком-то тексте. Мне даже в голову это не приходило. Но потом из 2008 года я ясно это различал и просто чуть-чуть этот момент подтвердил, но не изменением принципиально мира, а за счет сложной работы по редакции текста, по редакции его с точки зрения всех имен и чуть-чуть вот отчуждения героя. Это такая была работа очень внутренняя и она, наверное, не стоит ее подробно рассказывать. Просто превращение этого в текст. Там много за этим стоит операций на самом деле. Много. От синтаксиса до понятийных вещей. Борис Юрьевич, вот книга перед мной интересная, она мне так сказать понравилась. Вот. Ну, я также служил, как и вы, но служба у меня была немножко другая. Служба была через шесть по шесть. Знаете, что такое через шесть по шесть? Нет. Вот. Это значит так, вы шесть часов отдыхаете только и шесть часов находите на службе. Это называется на штате. Ты находишься на установке, которая ведет радиоперехват, она ведет одновременно слежку за какими-то там самолетами или еще за чем-то. У нас времени не было. У нас не было охраны. Мы сами охраняли свою часть. Служили на Чикотке. Но не в этом дело. Вот эта книжка, она сама ложится на сценарии. Вот вы задумывались о том, чтобы действительно написать сами этот сценарий или попросить кого-то и, скажем, в вашем театре. Не скрою, что я бы про это думал. Но я думал, когда я ее писал, я хотел, чтобы мне потом для будущего фильма, ну и герою это важно, записать плоть жизни, чтобы потом ее использовать. и это у меня там прокладывается. Там у меня есть «Если бы я снимал фильм». И дальше идет вот этот взгляд оператора Рыбы, которая вот по-своему смотрит. А потом мне даже предлагал один мой товарищ, ныне покойный, сделать из этого сценария. Потом он умер. Ну и как бы я тогда не был не до этого. А сейчас я подумываю о том и в этом нет нарциссического настроения, потому что это совсем уже не я, который сейчас, а при этом я могу оценить, что в этом есть возможность, потенциал. И мне радостно, что вы тоже мне посоветовали. Ну не знаю, трудно сказать, что из этого будет. Есть какие-то мысли, но вот не прямой постановки, а соединение с чем-то и так далее. Но я не знаю, хватит ли у меня сейчас продуктивного времени, ближайший какой-то год, чтобы этим заняться. Это довольно такая интересная была бы для меня работа. Именно работа. Потому что она должна быть точной и перевод в театр непростой для меня. Спасибо за вопрос. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Дорогие друзья, давайте тогда поблагодарим наших почетных гостей за интересную встречу сегодня. У нас в гостях художественного владельца Электромтеатра Станиславской Полиции Ирина Анана. И прямо сейчас мы начинаем автограф-сессию. Пожалуйста, поднимайтесь на сцену и получайте памятный автограф. Друзья, пожалуйста, на сцену поднимаемся по одному и заранее готовьте книги к подписанию. Открывайте их, пожалуйста. Спасибо. 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 Продолжение следует... Спасибо.